Значит, почему он не дает картинку? День дает, день не дает, я не знаю, я пока не разобрался. Может быть, включена картинка другая, не знаю, почему он не дает, но факт тот, что не дает он картиночку. Не видно в Телеграме, но слышно в Телеграме, запись идет. А видно где? Видно в Фейсбуке. Видно в Фейсбуке, поэтому кто хочет видеть и слышать, он смотрит в Фейсбуке в группе, а кто хочет только слушать, он слушает в Инстаграме. Почему оно не может вместе работать, я не понимаю. Периодически вот такое случается, значит, я не понимаю. Может быть, чем-то занята камера, какие-то у меня нет. Сейчас я попробую выключить зум, может быть, зум перебивает и не дает включиться. Сейчас пока можно, те, кто хотят видеть, могут перейти в Фейсбук, те, кто хотят видеть и слышать, а те, кто хотят только слышать, могут остаться в Телеграме. Все, я сейчас выключаю все программы, но все равно видео нет. Нет у нас видео, не знаю почему. Хорошо, дорогие друзья, все, мы заканчиваем сегодня изучение недельной главы, которая называется ВАЕРА. Глава ВАЕРА. Да, почему-то в Фейсбуке у нас мало участников сегодня, тоже непонятно. Значит, глава называется ВАЕРА. И в этой главе есть очень одна важная такая вещь, которая просто... Самое главное испытание, самое главное испытание Авраама, самое главное испытание Авраама, Акидат Ицхак, жертва приношения Ицхака. Значит, вот сегодня это у нас как раз... Как раз мы сегодня про это... Значит, дело было так. Дело было так, да? Открываем глава ВАЕРА. Сегодня 6-7 день. Значит, 6-й день мы быстренько сейчас прочитаем, потому что 6-й день говорит о том... Значит, в 6-м дне рассказывается о том, что пришел царь Авимеллах, вот этот вот царь, который был филистимлянский, где в то время жил Авраам. И он пришел с Авраама попросить у него, попросить у Авраама, чтобы Авраам с ним заключил союз, с ним и с его потомством, что Авраам не будет на него нападать. Очень-очень такой поступок понятный в том древнем мире, где все были очень воинственные. Люди были такие, знаете... У них была очень сильна животная сущность. Сейчас тоже у некоторых людей сильна животная сущность. Но тогда она была намного-намного сильнее. У моей мамы, значит, в аквариуме живут, я как-то решил поднять настроение и купил аквариум. И в аквариуме были... Они сказали, что это омары, но это были маленькие раки такие. И вот там было 4 рака этих, да, и 4 рыбки. И вот один рак, он убил вначале одного рака, потом он убил второго рака. Их осталось двое. И потом он этому второму, он ему откусил клешни, представляете? Но этого второго выросли клешни, и он сейчас... Они вдвоем, они постоянно воют. То есть, что мы отсюда видим? Что у животных, они же одного вида. Ну, дружите как-то, общайтесь. Вам же, ну, в аквариуме жить, всем еды хватает, их кормят. Нет, значит, вот они воюют. И в то время, в то время тоже очень много были вот эти вот монголы, всякие, ну и так далее. Древний мир, он был очень воинственный. И пришел этот царь Авимеллах, его министр обороны, Пихоль Сарцвао. Пихоль звали, имя такое было Пихоль, и он был министр обороны. И пришли они к Аврааму, говорят, говорили ему они так. Видим мы, что всесильные с тобой. То есть, мы видим, что Бог тебе помогает. Ты очень сильный воин, у тебя все с деньгами, хорошо все. То есть, мы видим, что он помогает. Давай договоримся, будет у нас союз, чтобы внуки твои, и внуки наши, и правнуки, и правнуки, чтобы они были в мире. Давай, значит, договорились они об этом. Но Авраам ему говорит, смотри, вы же, я колодцы выкопал, а твои рабы, они у меня забирают эти колодцы, грабежом занимаются. Авимелла говорит, не знал я, откуда это я знаю, что это делается такая, значит, и ты мне не говорил. Первый раз слышу. И взял Авраам семь овец. Значит, и эти семь овец, он поставил, у них пир, значит, пир, посвященный миру. И тут Авраам вдруг говорит, приведите семь овец. Заводят семь овец. Значит, тот Авимеллах спрашивает, а при чем здесь эти семь овец? Авраам говорит, значит, это знак, значит, знак. Эти семь овец возьми из моей руки, чтобы были они свидетельством, что это я копал эти колодцы. И поэтому назвали это место Бер Шева. Бер это колодец, Шева это семи. И второе название, Шева и Шва, клятва, это одно и то же слово, как бы, да, семь и клятва на еврите пишется одинаково. И колодец семи или колодец клятвы, город называется Бер Шева в Израиле, дословно переводится или колодец семи, можно понять, или колодец клятвы. Что там они поклялись о мире, и там же эти семь овец. Я слышал объяснение у Равзильбера, что, как Авраам, зачем он перевел этих семь овец. Что овцы, значит, вот представьте, например, я говорю, этот колодец, я захожу в квартиру и говорю, эта квартира, я в ней жил. А кто-то говорит, да не жил ты здесь. Я говорю, послушайте, давайте я вам докажу сейчас, что я в ней жил. Как ты докажешь? Очень просто. Я сейчас приведу свою собаку, у которой собака ходила там, у нее лоток стоял на кухне, вот под раковиной, там, например, да, куда она в туалет ходила. Или кошка. И вот давайте проверим, если я в ней жил, то кошка знает, куда идти. Давай проверим. Значит, я привожу эту кошку или собаку, собака идет туда, куда я сказал, она знает, куда идти. Так Авраам, когда привел этих семь овец, то у них был инстинкт. Они знали, куда идти, потому что они из этого колодца пили, и они пошли в этот колодец для того, чтобы там пить воды. Вот так Авраам доказал, что это был его колодец. И второе, сейчас мы переходим к следующему отрывку. Следующий отрывок, он тоже связан с предыдущим. Сейчас мы узнаем как. Начинается следующий отрывок так. Итак, и было после этих всех событий, Бог испытал Авраама. И сказал ему Авраам, и сказал, вот я. Значит, говорит нам у снатора, что у Авраама было 10 испытаний. И каждое испытание было сложнее, чем предыдущее. Каждое испытание, которое Бог ему давал, оно было сверх природы человеческой Авраама. И оно переводило его каждый раз на следующий уровень в его духовном развитии и близости к Богу. То есть так работает испытание. Это было 10 испытание, самое сложное. Что это было за испытание? Это было испытание, которое вот просто оно было, ну, оно ломало все законы, по которым жил Авраам. Все абсолютно законы. Инстинкт, оно ломало это испытание. Это испытание ломало его веру в Бога. Это испытание ломало то, чем он учил людей. Это испытание ломало даже его пророческое знание. Он же соблюдал всю Тору, потому что он был на высочайшем духовном уровне. Он знал, что Бог хочет. Заповедь Бога он знал еще до того, как Тора была дарована. И он всему миру проповедовал, что Бог это добро, любовь. Эль Рахум Ваханун, Бог добрый и милосердный, долготерпеливый. И он говорил людям, не делайте зло, из-за того, что будет злодейство. Только что был уничтожен город с домом и Амора. То есть он проповедовал добро, он проповедовал веру в Бога. Он сам служил Богу всю жизнь. И тут Бог ему говорит, Бог ему говорит, значит, и сказал ему Бог, вдруг, представьте ситуацию. «Кахна Эдвинха, возьми, пожалуйста, своего сына, Этихидеха, единственного, Ашераавта, которого ты любишь, Идисхака, и иди себе в землю Амурия». То есть земля Амурия это Тутбершева, Амурия это где Иерусалим, это вот эта храмовая гора. «Ваалеушам леула, и вознеси его там, в жертву все сожжения, на одной из гор, которые я тебе покажу». Представляете? Как? То есть Авраам всю жизнь служил Богу, он знал, что Бог добрый, и он всю жизнь выступал против жертвоприношений человеческих, против зла, он кормил путников. Ну то есть даже мы помним, началась недельная глава Ваера, я слышал очень красивое объяснение, почему Авраам, пришли к нему эти три ангела, три путника. Значит, Авраам сидел после Бритмилы, после операции, ему 99 лет, и он, значит, сидит после Бритмила, после операции. И Всевышний, написано, пришел его проведать на третий день, и какой ему принес подарок Всевышний? Три ангела. Три пришли путника, Авраам побежал им готовить еду и так далее. Так объяснение слышал такое, что когда мы идем к человеку, мы всегда несем ему какой-то подарок, который ему приятен. Идешь проведывать кого-то в больницу, если человек любит яблочки, несешь ему яблочки, а у другого, например, нет зубов, так ты не должен ему нести яблочки, ты ему принеси йогурт. Идешь, не дай Бог, если ребенок приболел, ему принеси игрушку и шоколад. То есть каждому, когда ты проведываешь больного, нужно принести то, что больной любит, подарок. А что Бог Аврааму принес подарок? Трех гостей. Авраам очень любил гостей, помогать людям, все. То есть это был его смысл жизни. И тут друг Бог ему говорит, возьми сына, принеси его в жертву, убей его и принеси в жертву все сожжения. То есть сожди его, представьте. Значит, это было испытание. Как Авраам поступил? Читаем дальше. Ваешкем Авраам Бабокер. Вскочил Авраам утром. Проснулся рано утром. Сам лично он осла своего, запряга осла. Взял двух с собой помощников. Это был его раб Элеезер и его сын Эшмаэль. И Ицхака, сына своего, набрал сам дров, которые были без червячков, специальные дрова, чтобы можно было на них жертву приносить. И пошел он в место, которое сказал ему всесильные. На третий день, три дня они шли. Поднял Авраам глаза и увидел он место издалека, вот эту вот гору, на которой стоит потом храмовая гора, на которой потом стоял первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм, где мы сейчас молимся у стены плача. Это была вот та гора, только тогда это была такая лесистая гора, на которой росло растение Ар-Амурия, гора Мурия. Какой-то был мор там, какое-то специальное растение. Значит, и подошли они к этому месту, сказал Авраам подросткам этим, которые были с ним, останьтесь по, здесь останьтесь с хамором. Хамор это осел. Но интересно, что и Машиах приедет на осле, и Маши Рабейну тогда приехал на осле. Хамор это то же самое слово, хомер это материальность. И Авраам сказал им, останьтесь здесь материальностью. То есть, у него, представьте его ситуация, он, все, во что он верил всю жизнь, вся вера в Бога, все его знания о Боге, все его пророческое видение всей Торы, тут все ломается. Потому что Бог, которого он знал, вдруг ему говорит, убей своего сына. И вот тут Бог его и проверял, где твоя любовь. То есть, ты любишь меня, ты со мной, или ты под пленом, под влиянием своего тела, своих эмоций, своих убеждений, своей любви к сыну и так далее. Значит, Авраам был полностью под влиянием Бога, значит, и пошли они дальше с Ицхаком. Взял Авраам огонь, в то время не было спичек, так нужно было с собой все время носить угольки, поддерживать их тление. Взял он нож, и пошли они вместе. Значит, и сказал Ицхак Аврааму, папа, значит, он сказал, вот я сын, и сказал, вот у нас огонь, вот дровишки, а где ягненок для жертвы, для жертвы всесожжения. И сказал Авраам, всесильный увидит ему ягненка для всесожжения, сынок, и пошли они дальше вместе, радостные. Значит, Ицхак думал, что сейчас ягненка они где-то найдут, а Авраам знал, что они приносят сына в жертву, и он при этом был такой же, как Ицхак, радостный и веселый. Вообще он абсолютно не был в состоянии, вот в этом и было его испытание, он не был в состоянии, значит, ну, какой-то негативным. И, значит, и пришли они к этому месту, о котором я сказал ему всесильный, и построил там Авраам Мизбеах, построил он там жертвенник, подготовил он на жертвеннике дрова, положил сверху, да, как жертву всесожжения. И связал он Ицхака, сына своего, и положил его на этот жертвенник сверху на дрова. Представьте ситуацию. И написано, Ваишлаг Авраам Этиадо, и поднял Авраам, послал свою руку, взял он нож, вот этот, для того, чтобы принести в жертву сына, чтобы ему перерезать горло. Ваекраилав Малахашем, и возвал к нему ангел Бога с небес, и сказал, Авраам, Авраам, и сказал, вот он я, и сказал, не посылай свою руку на подростка, не делай ему ничего, потому что сейчас знаю я, что боишься Бога ты, и не пожалел ты сына единственного своего. То есть, вот тут Бог сказал, все, теперь Авраам, я точно понимаю, что ты на сто процентов, ты со мной, не на сто процентов, на тысячу процентов, на миллион процентов, на без единой, без единой, как бы трещинки в вере, и в связи со Всевышним, что ты, ты веришь Богу, и ты слышишь Бога, а не веришь себе. Значит, войска Авраам, это Инав, и поднял Авраам глаза свои, и увидел, и вот баран, который был запутался в рогами в кустах там рядом, и пошел Авраам, взял он этого барана, и принес его на всесожжение вместо сына. И назвал Авраам, вместо это, Бог увидел, Ашем Ире, вот тут вот сейчас посмотрим, потому что Ире это и увидел, Ире это страх перед Богом, да? Значит, Ашем Ире бшуто кетаргумо, Ашем Ивхар в Ире ле этамакомазе, показал ему, да? Значит, Раша говорит, что это место называется, Бог увидит, Бог увидит. То есть, Бог увидел себе там жертву, Бог увидел, то есть, вот это место, где сейчас Ирушалаем, раньше он назывался, помните, мы учили, когда Авраам пришел после войны с четырьмя царями, он вышел ему навстречу Малтицедек, он был коин, он был священником в городе под названием Шалем, там был город, который назывался Шалем, а Авраам назвал это место, Бог увидит, Иру, Шалем, и потом это имя закрепилось, то есть, одно и то же место Авраам назвал его Иру, это увидит, а Шалем, это цельный, совершенный, значит, и вместе слово Ирушалаем называется, Бог увидит, совершенство, то есть, вместе это название Иру, Шалем, значит, и сказал, клянусь я собой, это как шло от Бога такое знание, и сказал, собой клянусь, сказал Бог, что видел я то, что ты сделал эту вещь, и не пожалел ты сына твоего единственного, поэтому, смотрите, 17-й отрывок очень для нас имеет большое значение, Тот, кто тебя благословляет, сказал Бог, я благословлю, Ваарбе арбеет зараха, и я умножу, умножу твое потомство, как ухвэ ашамам, как звезды небесные, вэкахол ашер альсват аям, и как песок, который на берегу моря, ваэраш зараха, эт шар ойвав, и унаследует твое потомство ворота твоих врагов, и благословятся в потомстве твоем все народы земли, потому что слышал ты мой голос, так сказал Бог, то есть это та клятва, тот союз с Авраамом, который Бог в этот момент с ним подтвердил, потому что союз был уже до этого, и вернулся Авраам к подросткам, и встали они вместе, и пошли вместе к Бер-Шеву, и сидел Авраам и Бер-Шева, и остался Авраам жить в Бер-Шеве. И дальше последний отрывочек, что в это время как раз нам сообщается, что у брата Нахора, у брата Авраама Нахора родились тоже дети, и значит там родилась Ривка, которая была жена Ицхака, то есть после этих событий Всевышний включил какую-то следующую серию в этом мировом плане, и значит родилась Ривка, от которой потом Ицхак на ней женился, и потом пошли дети Яаков, у них был Яаков и Исаф, и потом у них было, у Якова было 12 сыновей, и вся мировая история дальше разворачивается, и мы с вами находимся в маленькой серии, там, маленькая-маленькая серия, да, наша жизнь, вот такая малепусенькая серия в этом мире, и потом мы уходим в духовный мир, и я очень надеюсь, что мы там увидим, ну я лично очень надеюсь увидеть Авраама, Ицхака, вопросы позадавать, интересно будет, можно ли будет в духовном мире с ними общаться. Значит, какие выводы мы делаем из этой недельной главы? Недельная глава фантастическая, потрясающая, просто наполненная уроками, которые мы можем использовать в современном нашей жизни. Первое, что в этой главе есть, это урок молитвы, урок, как надо молиться, и в этой главе у нас есть молитва, например, Авраама за дом, когда он молился и выяснял, что если человек хоть чуть-чуть садик, и если он чуть-чуть садик, то есть, а вдруг там есть 45, а вдруг 40, а вдруг 5 всего не хватает, и они не настоящие цадики, и так далее. То есть, первая была молитва очень сильная Авраама, как надо молиться, и насколько важно, каждое наше действие, каждая заповедь, которую ты делаешь, это действие, оно дополняет твою молитву, дополняет твою связь со Всевышним. Это первое, что мы выучили, и как говорится, цдака спасает от смерти, и не только цдака, любая заповедь, которую ты делаешь, она может спасти, помочь, усилить и так далее. То есть, нужно делать много заповедей Бога. Второе, что мы учили, помните в этой же главе история с Агарию, Агарь, которая, Бог опять же проверял, это тоже было испытание для Авраама, выгнать Агарь и Ишмаэля, своего сына, от Агарьи, и он это тоже сделал. То есть, это было предыдущее испытание, оно было слабее, все-таки он не убил Ишмаэля, и то испытание выгнать Ишмаэля и Агарь было для Авраама большим испытанием, то есть, ему было это тяжело пройти, но он его прошел. А здесь надо было убить вообще и принести в жертву, это еще сложнее. Но вот в том испытании, когда Агарь он выгнал, мы видим, как она тоже потерялась. Она потерялась, написано, в пустыне. Когда у человека приходит испытание, то не все его проходят. Про Агарь написано, что она даже начала служить идолам в тот момент, когда она заблудилась в пустыне, потом она начала плакать, потом Ишмаэль начал плакать, и в момент, когда молитва, молитва была очень сильная, Бог услышал эту молитву, Ишмаэль это услышит Бог. То есть, мы опять видим, что самое нельзя терять веру вообще до последнего момента, который нас учит, даже если острый меч лежит на шее, не переставая надеяться на милосердие Всевышнего и рассчитывать на милосердие Всевышнего. И, значит, мы видим, что действительно даже в самой ужасной ситуации, когда не было воды, не было еды, и уже Ишмаэля она положила, думая, что он умрет, но оп, он не умер, Всевышний спас его, и мы видим, как сила молитвы работает. Дальше мы видим то же самое в ситуации, когда Авраам и Ишмаэль, опять же, в этой же главе была, когда забрали Сару в Авимелыху, и Бог сказал, что если Авраам помолится за Авимелыха, то Бог его простит. То есть, опять же, мы видим, эта глава, она полностью наполнена уроками, что такое сила молитвы и что такое вера в Бога, когда мы понимаем, что для Бога нет невозможного. Для Бога, в принципе, нет ничего невозможного, но Бог, Он с нами взаимодействует в зависимости от нашей веры, от наших действий, от наших молитв и так далее. Если человек говорит, он опустил руть, он говорит, все нереально, нету, и Бога нету. Ну все, до свидания, значит, прощайте, атеист. Ты веришь, что ты инфузория туфелька? До свидания. Ну понятно, что тебе никто не поможет, потому что, если ты инфузория, так вообще у тебя звездный час давно наступил, то есть, вообще, кто тебе должен помочь? А потом, потом, значит, ну если человек верующий, если он по-настоящему верующий, он до последнего момента остается верующим, то он будет, даже когда у него полностью все, ситуация безвыходная, он будет молиться и верить в спасение Всевышнего. И мы понимаем еще насчет испытаний, тоже это важная вещь. Испытание, не сайон, да, когда приходит на человека, оно поднимает, то есть, оно, когда человек его проходит, он становится сильнее, он реально становится сильнее. Мы видим сейчас, как испытания пришли, то же самое Украина, например, да, и мы видим, насколько стали люди сильнее, насколько страна стала сильнее, насколько просто, ну, реально это Израиль. Как только возник Израиль, с первого дня декларация независимости, война, шесть стран окружающих напали на Израиль, Израиль 70 лет в испытании, в постоянном несайоне, в постоянном испытании под страхом уничтожения, какая, слава Богу, сильная страна. И мы видим, что в жизни каждого отдельного человека тоже приходят испытания. И весь вопрос в том, что если ты не веришь, если ты в отчаянии, если ты считаешь, что уже все, выхода нет, ты прав, выхода нет, все. Хотя, тоже Бог добрый, и бывает, что люди руки опускают, и отчаиваются, и говорят, что все будет плохо, а у них все равно все хорошо. Такое тоже бывает. Бог добрый. Но, что, вот, мне кажется, что что мы должны из этой главы выучить, что первое, что для Бога нет невозможного, второе, что все время нужно верить, молиться, и, значит, ну, я лично добавляю в молитву, что мне испытаний не надо, я, значит, и так понимаю, что Бог все может, я ничего не могу, и я у Бога прошу, чтобы он не давал испытаний, потому что, ну, как бы, как в Талмуде есть известное выражение, как в Брахот, когда был один раввин, он сильно болел, и второй к нему пришел и говорит, ну что, говорит, нравится тебе испытания эти, а он говорит, не нужны мне ни испытания, ни награда за них. То есть все, он говорит, не надо мне это. И тот его поднял, и он выздоровел. Будьте здоровы, дорогие друзья, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы мы вместо испытаний, чтобы мы, самое большое испытание, чтобы мы больше делали заповеди, больше заповеди, воздерживались от преступлений. То есть можно самому себе постоянно создавать вот эти вот сложности, выполняя заповеди от всего сердца, и Всевышний, чтобы дал нам всем огромную награду, и услышал наши молитвы. Чтобы урок сегодня, для полного выздоровления, Рита Бадбаса, Моши Бен Ирина, значит, и всех, кто нуждается сейчас в выздоровлении, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и мы их поддерживаем. Аминь. Все, будьте здоровы, шаббат шалом. Шаббат шалом. Всех хорошего шаббата. И чтобы, естественно, наступил быстрее мир в Украине, чтобы закончилась война. Я чувствую, что вот мы уже приближаемся, мне кажется, к окончанию, чтобы война быстрее закончилась, и все вернули жизнь здоровой домой. Продолжение следует...